Лев Толстой, Моцарт и Маяковский. Этих великих людей связывало лишь одно увлечение – игра в бильярд. Принято считать, что бильярд – исключительно мужское занятие. Героиня нашего следующего сюжета своим примером доказала обратное. Как ей это удалось, расскажут Тина Копачевская и Александр Косицын. В России бильярд появился еще во времена правления Петра Великого. За 300 лет развития этой игры она стала одной из самых популярных у россиян. Видов бильярдных игр бесчисленное множество. Самые основные – русский бильярд, пул, снукер, карамболь. Отличаются они правилами. Главным остается все же одно – игра происходит на бильярдном столе с помощью кия. Цель игроков – загнать шар в лузу. Победит тот, кто забьет больше шаров. Дублет, абриколь, оттяжка, накат – это только часть терминов, которые используют профессиональные игроки бильярда. Только на первый взгляд кажется, что игра в бильярд – это легко. Забивай себе шарики в лузу, да и все. На самом деле в этой игре есть много своих тонкостей и нюансов. Показать все свое мастерство в бильярде можно на различных турнирах, которые регулярно проводятся как в Краснодарском крае, России, так и во всем мире. Валерии Емельяновой всего 16 лет, но она уже обладатель высоких наград в этой игре. Я там занимаюсь 5 лет, а вот профессионально начала заниматься, тренироваться часто. Это где-то 2 года. А так до этого просто ради удовольствия ходила. А сейчас это уже как работа стала. Надо ходить на тренировку по 5-6 часов тренироваться, чтобы результаты были. Совсем недавно Валерия вернулась с чемпионата России по свободной пирамиде. Это один из видов бильярдных игр, когда можно играть всеми шарами. Там она заняла третье место среди женщин. Научилась Валерия играть в бильярд благодаря отцу и тренеру в одном лице. Он меня привел, научил и мне понравилось. Потом мы ездили на чемпионат Краснодарского края. Там тоже сначала не получалось, но потом начало получаться. И Краснодарская федерация помогла мне развивать это все, чтобы на турниры меня отправляла. Сейчас Валерия Емельянова учится в 10-м классе школы номер 16. Но свое будущее она уже видит сейчас – завоевать как можно больше призовых мест на турнирах различных уровней и стать тренером по бильярду. Прежде всего, это интеллектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта, который вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, выдержка, умение сосредотачиваться и сдерживать свои эмоции, терпение. Бильярд – это спорт, в который можно играть в любом возрасте и в любой физической форме. Тина Кабачевская, Александр Косицын. Программа «События».